В Вологодской области приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя двумя часами в день в будни с 12 до 14 часов, при этом в выходные и некоторые праздники сохранится прежний режим работы торговли. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 года. В Госдуме поддержали идею и призвали ввести ограничения по всей стране. С такой инициативой выступил депутат от Единой России. И как тут не вспомнить скандальную борьбу с алкоголем в 1980-е, которая совпала по времени с программой по ускорению экономики, перестройкой, а затем все происходящее превратилось в развал страны. Чего добились тогда защитники-алкогольщики и что история говорит об ограничениях, своим мнением с накануня поделился историк Александр Колпакиди. Да, ну опять у нас начались разговоры про поводу антиалкогольной кампании. У нас в стране крайне негативный опыт вот этой антиалкогольной деятельности. Крайне негативный. Вот у нас в стране вот эта борьба с алкоголизмом всегда кончалась очень плохо. Не значит, что надо поощрять алкоголизм, но надо просто реально смотреть на историю. Вот значит, когда в начале 50-х годов, 19 века, позапрошлого века, после Крымской войны, когда экономика перегрелась, там образовалась дыра огромная, и вот власть, как всегда, решила на алкоголе заработать. И там была система откупщиков, и вот эти люди, значит, они взвинтили цены, в три раза подорожали. Водка и прочее, сильный алкоголь. И там началось огромное антиалкогольное движение среди крестьян. Вот об этом никто не пишет и не знает, которые подавлялись войсками. Вы можете себе представить, вот что такое царская власть, что такое царизм? Люди не хотят пить, говорят, что вы нас спаиваете, да? Они давали клятвы, там, я не знаю, там, кровью с чем писать-то не умели, составляли какие-то клятвы, что не будут пить, там все. Охватило это более 30 губерний, 32 губернии, что-то там под 100 уездов и так далее, да? То есть это было массовое движение по всей стране, которое началось вот в 58-59 году и подавленное войсками. В следующий раз отличился уже Николай II. Буквально накануне начала Первой мировой войны ему что-то в голову пришло ввести типо сухого закона. Ну, не совсем сухой закон, но типа ограничительные меры. Начинается война, провожают крестьяне детей в армию. На войну, не просто служить, а на войну. Ну, понятно, по-человечески посидеть, значит, и я думаю, что это было глупее не придумаешь. Понятно, во что это вылилось. Вот, кстати, знаменитый Махно, он на этом-то и вылез. Так как он разрешил на своей территории, которую он контролил, массовое самогоноварение и торговлю спиртным. Вот его казарная карта была. Вот причина его такой популярности. И вот на его территории расцвели спекуляция, самогоноварение, и с его территории они спаивали всю другую часть территории, близлежащую Россию и Украину. И я думаю, что большевики, они, конечно, правильно с этим боролись. Ну, понятно, что еще в царское время с начала вот этих запредительных мер расцвело самогоноварение. И когда большевики победили, разогнали атаманов и воевод, они столкнулись с необходимостью восстанавливать народное хозяйство. И тут они, к сожалению, вынуждены были опять вернуться к монопольной торговле спиртными напитками. Меры советская власть постоянно принимала. Велась антиалкогольная кампания, алкоголиков всячески над ними издевались, поносились. Вот все, что требовалось для борьбы с алкоголизмом незапретительными методами, советская власть делала. Надо отдать ей должное. И при Хрущеве обострилось это дело. Но потом, когда в 1985 году, вот о чем вы спрашивали, началась эта антиалкогольная кампания, все просто пришли в недоумение. Иначе как вредительством, прикрывающимся борьбой с алкоголизмом, это назвать нельзя. Вы знаете, вот сейчас у нас власти гордятся, что у нас, ну, у нас была несколько лет назад принята борьба, такая, план борьбы с алкоголизмом. Ну, понятно, что он не выполнен, конечно, полностью. Там были, как говорит президент, очень большие, как он слово забыл, очень большие поставленные цифры, не имеющие аналога в мире, в реальной жизни оказались гораздо более скромные. Ну, по крайней мере, мы из десятки самых пьющих стран вышли. Мы занимаем почетное 13 место. Но если проанализировать, вот с чего я начал, кто до нас и что они пьют, особенно если, кто меня слышит, были в Чехии или в Словакии, и там пили пиво. Даже женщины на прополую пьют. Опять же, там вот эти все, южные районы, ну, они пьют хорошие легкие вина. То есть, это наше 13 место, оно не очень-то о многом говорит. Ну, конечно, то, что у нас на 2-3 литра, там сколько было, 13 чем-то, сейчас 11 чем-то, да, там сократилось потребление вот этого, это, конечно, очень хорошо. И вот сейчас, значит, к сожалению, ситуация поменялась. Последний год. Я не знаю, какие будут предприняты меры. Вот эти все заявления популистские, которые делаются, они не внушают уверенности в здоровье тех, кто это делает. Интересно даже. И вот я думаю, друзья, что вот надо очень часто и много рассказывать об этой кампании 1985 года. И надо даже изучать, как же это так получилось. Ведь они вырубили виноградники с ценными виноградами. Тем не менее, действительно, это было какое-то безумие, преступление. Но главное же не это. Главное, что в это время начиналась очередная попытка совершить какой-то экономический рывок. И вот Рыжков тот же, он об этом все время плакался, что это антиалкогольная компания, ему все планы перечеркнуло, что он там дома-то ругался с этими замечательными людьми. Вот эту кампанию, значит, по вырубке виноградников проводили. Почему вот это все не было согласовано? Вы начинаете, вы видите, что страна находится в кризисе. Вы видите, что надо совершить этот рывок. Вы закупаете оборудование, готовите, да? А реализовать ничего не можете, потому что вы подрываете свой бюджет. И причем, да, уровень тогда алкоголизации был высокий. Но вы удивитесь, он не был гораздо выше, чем сейчас. Он не был гораздо выше. И зачем это понадобилось, я не знаю. Вместо рывка мы получили развал великой державы. Вот большие вопросы. Как это было сделано? Почему эти люди это сделали? И кто несет ответственность конкретно за все? Вот интересно. Но ведь не был же Горбачев таким идиотом, чтобы повестись на все это. Он сам вырос где? Не в Караганде, он вырос в Тавропольском крае. Он понимал, как это все трудно дается, как это все это делается и так далее. Вот интересен механизм всего этого. Кто вот совершил эту глобальную диверсию против нашей страны? Потому что, еще раз говорю, не в виноградниках счастье. Счастье в экономических рывках. В ускоренных модернизациях. Вот это было сорвано. Виноградники вырастут. И выросли. И я просто не понаснышке знаю, что творилось в Крыму. Как рухнуло там десятилетиями налаженное производство вин. Какие прекрасные вины были. Как разбежались все специалисты. Как они разъехались. Как они остались без работы. Как они бедствовали. Возникает вопрос. Был нанесен удар по сотням тысяч людей. Почему люди протестовали, ездили в Москву, писали письма, кричали, я буду жаловаться в обком, я позвоню прокурору и так далее. А как это? И почему власть не реагировала на это? Не то, что нам говорят, во всем виноват Горбачев и этот второй, приехавший из Томска. А пока нам не расскажут, кто за ними стоял, кто крутил, кто в госплане, в министерствах вот это все проворачивал, кто перерезал кислород председателю Совета Министров. Минуточку. И экономическому блоку, который подготовил экономический рывок. Мы так и не поймем, в каком мы государстве живем и как здесь что-то действует. Потому что это ничего не изменилось. Эта игра продолжается. Вот эта большая игра, одну из, так сказать, вспышек таких, что ли, ярких, мы видели в 85-м году и называем это антиалкогольная компания. Но она продолжается. Она может выражаться, вот то, что у нас любой подросток может пойти за гроши, купить вина, водки и так далее, непонятно какого качества производства, в каком подвале, какими-то джиками разлитого и так далее. Все это продолжается. Это выражалось в риском росте самогоноварения. Это выражалось в том, что качество стало гораздо хуже. Очереди в магазине, драки в магазинах, огромные скандалы, то, что там вокруг магазина вот эти все грузчики, бабушки какие-то там мерзкого вида уборщицами работали, начали спекулировать, начали перепродавать это с заднего крыльца. Блат, который и так разъедал Советский Союз, он во много раз вырос. Магазины превратились вообще в какие-то там, не знаю, рассадники бесконечного вот этого жульничества, махинации и так далее. Вот магазины превратились во что-то непотребное. Вот это драки, озлобление людей, быдлоризация на почве вот этого дела. Тут надо быть объективным. Конечно, уровень алкоголизации вот эта антианкогольная кампания понизила. Понизила, безусловно. Но просто это же был не выход. Вернее, это был не тот выход. Это было какое-то что-то издевательство. Когда вот думаешь об Андропове, Горбачеве и обо всех этих людях, которые до сих пор, возникает вот эта ленинская формула. В общем-то правильно, а по существу издевательство. Сначала Хрущев это сделал. Подорвал веру. 20-й съезд партии, его доклад, это за это его расстрелять. То же самое началось в конце 70-х годов. Подрывали веру. Привилегии незаконные. Все эти спецприемники. А вместо этого народу рассказывали про диалектический материализм, выборность всех органов снизу доверху и сверху вниз и так далее. Всякую муру. И я думаю, что вот это, оно привело к разложению. И вот это способствовало росту алкоголизации. Потому что люди не верили уже ни во что. Люди видели вот эту несправедливость. Конечно, сейчас мне скажут. Ну слушай, секретарь обкома партии по сравнению с самым бедным олигархом нищий. Был нищий, конечно, самый бедный олигарх сейчас. Он в сотни раз, не в сотню, а в сотни раз богаче самого богатого и воровитого секретаря обкома партии того времени. Это понятно. Все познается в сравнении. Я с этим согласен. Но сейчас никто и не говорит, что все справедливо. Все говорят, грабительская приватизация. Вот сейчас пошли эти разговоры по поводу алкоголизма. Ну говорят, ну подумаешь, хайпуют какие-то депутаты. Да нет. Это не просто хайпуют. Это реально что-то такое, что реально может нам долбануть по голове. И я думаю, что вот это то, что происходило тогда, это должно заставить нас задуматься. Почему нам говорят только про виноградники, но ничего не говорят по поводу сорванного рывка, который готовил Рыжков и его люди. Те, кто наивно, судя по всему, у Рыжков действительно был вот такой наивный человек, которого Андропов и другие использовали за его спиной. Ну понимаете, вот когда говорят, многие мои друзья говорят, вот ты все время совок хвалишь и так далее, но а что же там вот такие? Ну там-то не все были как Андропов, не все были как Суслов и Пономарев. Там был и прекрасный человек Мазуров, там был Романов, при котором я жил в Питере и не ценил, а сейчас только понимаю, сколько он сделал для Ленинграда. Там был Щербицкий, самый великий человек в истории Украины, самый великий. Ни с кем не сравнить Щербицкого. Там было много таких руководителей. Но они наивные были, коммунисты, большевики, они думали, что они в кругу товарищей. А это были не товарищи с ними сидели в одном кабинете, а враги, замаскированные, которые ненавидели нашу родную мать, советскую власть. И вот сейчас мы все это расхлебываем. Поэтому очень важно не просто про виноградники глупости рассказывать, а очень важно разобраться, кто же это все нам устроил. Потому что это полностью перечеркнуло начавшуюся экономическую реформу, новый экономический рывок, который готовили вот эти наивные люди из команды Рыжкова. Поэтому эта история, она продолжается. Продолжение следует...